Знакомьтесь, Виктор Ольшевский, художник, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, руководитель Центра современных искусств, профессор. Его работы находятся в частных галереях не только Беларуси, но и в Германии, Италии, Швеции и США. А вообще Ольшевский родом из Могилевской области. Живет сейчас в Минске и в гостях у нас побывал в качестве автора проекта под названием «Забор». Часто проводит свободное время в изучении творений Сальвадора Дали, отчего, видимо, и отрастил такие усы. Виктор, здравствуйте. Добрый день. А влечет ли вас малая родина, вот корни ваши, и чувствуется, что вы деревенский изначально? Не важно, где родился человек, важно, что он представляет собой, важно, что он несет по этой жизни и что, собственно говоря, он пропагандирует. Поэтому для меня, собственно говоря, провинция, как я называю ее, и рождение, место – это самые, наверное, счастливые годы в моей жизни. И я, собственно говоря, всегда помню, помню угольщину, да, то есть это практически рядом, два километра где-то, Белынический беру, или родился Крынке там. Это красивейшее место. И родители, то, что мои переехали, потом рядом большие Белевичи, река Друдь, то есть это самые красивые места. И где бы я ни бывал, я всегда вспоминаюсь и возвращаюсь в эти места, потому что, собственно говоря, я там родился. – Кого можно назвать действительно художником? – Ну, я думаю, что если, к примеру, взять и спросить, собственно говоря, человека, который идет к зубному врачу, и спросить, есть ли критерии, и всегда можно на этот вопрос ответить, так же, как и у художника. То есть можно убеждать… – Кажется, к какому стоматологу пойти есть критерии. – Да. – Больно там будет или нет? – Да, или не больно. И какого результат будет? Будет ли это сантехник, скажем, дядя Ваня, или это будет, ну, по-настоящему стоматолог? Так и здесь тоже самое. То есть, в принципе, нет понятия, ну, как бы, ограниченности в плане, ну, как бы, как рисовать и что делать. Это, прежде всего, мышление. Если человек способен мыслить и, собственно говоря, создавать какую-то идею, какую-то концепцию, видение свое, да, я не говорю о том, что бывает просто душевность какая-то, бывает осмысленная какая-то реальность. Но, собственно говоря, если рассматривать вопрос, как стать художником, то если есть большие деньги, то даже если ты ничего вообще не умеешь, да, и, собственно говоря, можно создавать якобы шедевры, но самое главное, чтобы критика работала, чтобы реклама работала, чтобы все работали на этот имидж. Для этого надо несколько миллионов, как бы, долларов, и ты, собственно говоря, можешь стать гением. Но вопрос, как говорится, на какой период и что из этого получится. То есть, время всегда разбирается, где есть истина, потому что всякое в природе явление – это или же стандартный, как говорится, повтор того, что есть, или же это открытие. Почему мы говорим, допустим, тот или другой художник, известный, потому что он сделал открытие, он не похож на других, то есть он был первым. И, собственно говоря, даже если вот пример привести Ван Гога, да, то есть наиболее яркая такая вот особенность, да, в таланте человека, что он, как мы говорим, не был ни членом союза художников, там, скажем, ни народным художником, но он был, ну, собственно говоря, от природы одаренным человеком, который по природе своей вот сказал то, что он мог сказать. И, собственно говоря, все увидели. Я так думаю, что вот эти мостсоветы, вот они, наверное, определяли, кто действительно талантливый художник, а кто не талантливый художник. Безусловно. А на самом-то деле было гораздо всего иначе. Конечно. И сегодня мы все видим, да, тогда, когда кто-то нарисовал лучше Сталина, там, или, допустим, Ленина, он получал народного, там, он получал лауреата. Но проходило время, и, собственно говоря, конечно же, не определяли политику так называемого искусства. На сегодняшний день как раз мы говорим о ренессансе в Беларуси, поскольку вот уже в наши 20 лет независимости практически сформировано, смоделировано новое видение. То есть мы говорим, вот пройдет время, что мы увидим на рубеже этих двух тысячелетий. И поэтому мы должны сегодня, как никогда, ну, действительно не быть скованными, не бояться, ну, как говорится, каких-то измов, что мы неправильно будем мыслить, мы неправильно будем идти какой-то дорогой не той, которой мы должны идти. Никто не определит ее. Определит каждый человек, рожденный на этой земле. И я говорю о том, что художник есть в каждом человеке. И неважно, как мы говорим, Лев Толстой, вот, опять же, тоже, он не был членом Союза писателей, но он был гением. Так и здесь. То есть каждый человек имеет право быть гением. Другое дело, насколько он способен доказать это всем, или все смогут увидеть и услышать, это уже, как говорится, нет ни его зависит. Ну и потом, ведь в советские времена хорошо назначили кого-то и дали Ленинскую премию, да, за определенные картины. А народ-то выбирал все равно своих гениев. Может быть, как раз-таки это плюс для художника? Конечно. И сегодня, как никогда, есть возможность, поскольку у меня сегодня, поскольку я руководитель Центра современных искусств, да, то есть и речь идет о том, как сегодня выстроить контакт не только с художником, а с интеллектом. То есть сегодня есть возможность выставить и самое совершенное произведение, если мы говорим о том, что крепкая школа, там, ремесло, да, профессионализм, и дать возможность тому, кто выставит то, что он хочет. И, собственно, зритель всегда увидит, сопоставит и поймет. Ему не надо объяснять, допустим, где есть искусство. Почему мы говорим, что вот это вот гениально, а это не гениально? То есть это вопрос, ну, собственно говоря, довольно-таки сложный. Него не всегда можно ответить. И в истории искусства очень много таких вот темных пятен непонятных. Ну, не говорю там темное пятно, допустим, квадрат Малевича, да, но, собственно говоря, это тоже своего рода, как говорится, предначертание какой-то идеи, идеологии. Может быть, это конструктивизм, может быть, это просто плохое настроение у художника, который взял и нарисовал черный квадрат. Ну, и, собственно говоря, до этого времени еще не было черного квадрата. Сегодня уже этих квадратов, вы же сами понимаете, можно плодить, но, как и Юрий Гагарин, да, который полетел в космос, он единственный, сколько было уже космонавтов, мы их не помним. Вы получили настолько свободу, художники, пожалуйста, творите. А будем оценивать мы, зрители, вот насколько вы талантливы. А вам это нужно? Или, может быть, хотелось бы вот то время, когда вы вот считаете, что вы талантливы, как хорошо, что меня там компартия поддержала и организовала мне там выставки и сделала из меня популярным? Ну, вы знаете, очень трудно сказать, что там правильно или там неправильно. И, собственно говоря, в жизни определить, ну, как бы статус... Ну, это было неплохо. Конечно. И, мало того, вы знаете, тот период, когда советский, да, то есть государство уделяло колоссальные деньги для того, чтобы, ну, собственно говоря, вкладывать в искусство. И когда все хотели свободы, получили ее, всем обратно захотелось, потому что никто не покупает, никому не надо ваше искусство, да. И, собственно говоря, художник стал свободным философом, как диаген в бочке. И когда Александр Македонский подошел к нему и спросил, проси, что хочешь, говори, я, мол, помогу тебе, сделаю твою жизнь, может быть, краше или еще что-нибудь, а он говорит, что отойди, не заслоняй солнце. То есть, в принципе, ему достаточно, как говорится, чтобы никто не мешал получать в этой жизни то, что он хочет. Так, собственно говоря, и для художника сегодня. Я еще раз говорю, что нет, ну, как бы ограничений в плане, хочешь ли это, скажем, быть государственным деятелем, там, скажем, или же свободным художником жить, как диаген в бочке. То есть, есть понятие свободы. Но свобода, вы сами понимаете, то есть, это отношение к тем, кто окружает тебя, то есть, уважение, а не просто, скажем, плевать для того, чтобы, ну, как бы возмущаться, что ты прав, а ты не прав. Каждый прав по-своему. Но истинно, вы же сами понимаете, у каждого своя, а одна у Господа. Никас Сафронов, который сегодня очень известен в Москве, рисует портреты известных людей за очень дорого, да, имеет, никоим образом не упрекаю, дорогие знакомства и квартиры. Он художник? Ну, вы знаете, определить понятие художника, как такового, как мы говорим, эстоматолога, да, очень сложно до тех пор, пока сам, ну, не испытаешь взаимодействия с этим человеком. Потому что очень много эпатажности иногда в художниках, которые способны быть очень талантливыми арт-менеджерами. Если человек, ну, качественный артист, если он способен, что называется, работать на камеру или же на какую-то идею, идеологию, если он способен привлечь внимание толпы или же тех, кто способен платить, или же войти в ту среду, вот как мы говорим, собственно говоря, есть 2-3 миллиона, и ты гений. Может быть, как и в любую певицу, когда вкладываешь, да, то есть вкладываешь в нее, и многие же продюсеры, вы же знаете, да, потом плачут, что они уходят, что вот он вложил много денег, а он, собственно говоря, его не слушается. Это шоу-бизнес, они говорят. Да, шоу-бизнес. Собственно говоря, это и есть то же самое. То есть чем ярче и более шумный, что называется, художник, это мы говорим о том, что, собственно говоря, он работает на эпатажность. А понятие искусства, я еще раз говорю, никто не определит его статус. Это то же самое, как золото тысячелетиями, что называется, формировало отношение человека к этому металлу, так и к искусству, вот это вот формируется ценность его. То есть насколько вот мы говорим о людях, которые получают, что называется, восприятие. Я вот иногда помню, когда посещаешь, скажем, какой-то музей большой, или помню, первый раз я посетил Дрезден в 70-х. И когда я шел, скажем, по галереи самой, по музею, то я чувствовал, как говорится, энергию. То есть если в картине есть энергия, то она передается, она сохраняется, ну, мягко говоря, на весь период, что называется, существование этого произведения. Поэтому если в картине есть энергия, значит, эта картина живая, и, собственно говоря, она является произведением. Удавалось ли вам, Виктор, писать по заказу за деньги? – Ну, я вам хочу одно сказать. Собственно говоря, когда вы в магазин пойдете, вы же ничего не возьмете без денег, правда? – Ну, было. – Нет, так а как? Мы все создаем, и, собственно говоря, это картина и есть товар. – Нет, заказ. – Да, конечно, как же. – Безусловно. – Я заплатил 2 миллиона долларов. – Так а что заказ? – Да. – Заказ – это всегда нормальное явление. Вы возьмите Рафаэля, возьмите Микеланджело. А что, это не заказ? Все заказ. То есть заказ, иначе художник, если он будет сидеть и рисовать на воде или на песке, то, собственно говоря, есть правильно, потому что для кого мы создаем? Для тех же подобных себе людей. То есть мы формируем свою культуру, мы формируем свое понятие. Но есть люди, которые способны финансировать, потому что вы сами понимаете, сегодня для того, чтобы создать любую картину, нужны деньги. Купить холст, оплатить мастерскую, жить и все соответствующее. Но все зависит от художника, насколько он способен заниматься творчеством или же просто создавать произведения для того, чтобы кто-то купил. Ему все равно, будет ли оно жить или не будет жить. Я понимаю, что Ван Гог, допустим, когда создавал, тогда был такой период, он как бы открывал, и ему хорошо было, когда даже было, чтобы поесть. Да, но слава богу, у него был брат, который давал и краски, и ему холсты, и все. Но все равно, вы же сами понимаете, эти картины выставлялись, и они продавались. И кто-то потом зарабатывал колоссальные деньги. Будет ли заказ сегодня, или же эти работы будут проданы завтра. Искусство все равно является товаром. А вдохновение все равно нужно для этого? Ну, а понятие вдохновения, вы понимаете, это как понятие любви. То есть она, в смысле, может быть и бесконечна, но она, как и источник, сами понимаете, рано или поздно высыхает, так и вдохновение – это каторжный труд, и оно приходит тогда, когда заканчиваешь работу, собственно говоря, много работаешь, ты как бы вдыхаешь жизнь в эту работу. То есть ты тогда уже не думаешь о ремесле, не думаешь о том, что, собственно говоря, ты там правильно-неправильно это делаешь, а ты просто как бы согласуешься вот с этим произведением, в которое укладываешь вот это состояние какого-то импульса, то есть энергии. Поэтому говорить о вдохновении, просто если говорят, вот чем больше выпьют, тем больше вдохновения придет, оно просто уходит. Магирев – культурная столица СНГ. Что бы вам хотелось, чтобы после, вот скажем, того, как завершится этот год, осталось? Я хочу сказать, что пожелания, они всегда в каждом человеке должны быть создавать что-то лучшее. И не только, скажем, пользоваться, скажем, тем, что кто-то создает, и, собственно, говорить о том, что он плохо создает неправильно, я всегда говорю, возьми, сделай лучше. Спасибо, Виктор. Тогда нам самим же пожелание сохранить это все, а вам создавать побольше то, чего мы будем в последствии сохранить. Спасибо вам огромное. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова